Светлоклеточный рак Белокодирующих генов, активируемый фактором индуцированной гипоксии, при инактивации гена VHL, встречаемого в 90% случаев почечноклеточного рака. Идентификация маркеров может дать информацию о риске метастазирования, индивидуализировать тактику хирургического лечения, способствовать пониманию молекулярных путей для проведения системной терапии. Целью нашего исследования является создание молекулярно-генетической панели для прогноза метастазирования при светлоклеточном почечном раке. Нами были изучены 65 парных образцов, это гистологические опухолевые, гистологические нормальные ткани той же почки, которые были подразделены на две группы, лоу-грейд 43 образца и хай-грейд 22 образца. Материал был получен во время хирургического вмешательства, сразу помещен в криопробирке с фиксирующим раствором и хранился при температуре минус 80 градусов по Цельсию. С помощью биоинформационного анализа нами были выделены 200 генов с повышенной экспрессией в опухолях светлоклеточного рака, экспрессия которых затем была изучена экспериментально. Для более детального изучения были выбраны 20 генов, из них 10 оказались наиболее информативны для настоящего исследования. Уровни экспрессии определяли в опухолевой ткани относительно нормальной методом полимеразной цепной реакции в реальном времени. ПЦРРВ проводились в трех повторах для каждого гена с отрицательным контролем. Изучены экспрессии 10 генов, представленных в таблице. При проведении рока-анализа 7 из них ассоциированы как с низкой степенью дифференцировки, так и с метастазированием. Экспрессия одного гена C1QA была ассоциирована только с метастазированием, а снижение экспрессии двух генов были на грани статистической значимости. Высокие показатели отношения шансов, более 10, продемонстрированы для четырех генов. Для них показатели чувствительности находятся в диапазоне 79-97%, а специфичности 64-91%. Найдена высоко значимая ассоциация степени дифференцировки и синхронного метастазирования. В свою очередь низкодифференцированные опухоли имеют примерно в 5 раз повышенную вероятность метастазирования в течение года. Таким образом, значительная часть существенных для развития светлоклеточного рака генов связана как с метастазированием, так и со степенью дифференцировки, что обусловлено сходством функциональных изменений, стимулирующих оба этих процесса на фоне повышения фактора индуцированной гипоксии. Экспрессия четырех генов имеет высокие показатели связи с метастазированием почечноклеточного светлоклеточного рака, указывающие на перспективность их использования в качестве прогностической панели. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Алексей Всеволодович. Очень интересное, на мой взгляд, сообщение. Коллеги, есть ли вопросы? Да, есть вопросы. Можно спросить? Вот смотрите, вы рассматривали экспрессию генов, а вот на уровень мутации вы переходили? Потому что здесь же очень важен еще генотип, в общем-то. И для различных металей, но мутации будут различные уровни экспрессии. То есть уровень мутации и уровень экспрессии генов. Понимаете? Да, спасибо большое за вопрос. Мутации мы тоже определяли, но в данном исследовании мы хотели продемонстрировать непосредственно экспрессию белоккодирующих генов. Да, еще вопросы, пожалуйста. Алексей Всеволодович, большое спасибо. Вообще, на мой взгляд, вопросов в актуальности здесь никаких нет. Понятно, что у нас на сегодняшний день, с учетом того, что мы занимаемся построением прогностических моделей, предсказательных моделей, количество факторов, которые мы исследуем, сегодня недостаточно. Вот у меня вопрос, наверное, как у многого всего зала, он достаточно простой. Скажите, вот какой элемент практической реализации сегодня может быть? Что это может быть? Изменения в мониторинге наблюдений за пациентом, высокий риск. Что сделать? Уменьшить сроки наблюдения. Сегодня нет у нас ни одного инструмента, который позволил нам как-то в одеванте влиять на эту ситуацию. Вот на ваш взгляд, какой может быть здесь реальный практический выход? Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Практический выход здесь будет непосредственно в тактике хирургического лечения, в том, нуждается ли пациент в проведении неодевантной системной терапии или нет. То есть тактика как и наблюдательная изменится, так и лечебная тактика тоже. Ну что ж, мы вас благодарим. Спасибо большое. Спасибо. Желаем удачи в ваших дальнейших исследованиях. Спасибо. 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 Спасибо.